Действительно, в эфире программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, а напротив меня Андрей Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. Ну и вот свежая, совсем свежая, только что вышедшая новость. Минтрут России предлагает ввести налог для трудоспособных граждан, которые не работают. Идея, по словам чиновников, принадлежит белорусским коллегам. Там соответствующие меры уже приняты. Как вам нравится эта идея? Ну, мы, собственно говоря, эту тему обсуждали достаточно давно. Еще и в общественной палате мы поднимали вопрос того, что у нас достаточно большое количество трудоспособного населения не имеет официальных источников доходов, которые, соответственно, облагаются налогами и социальными сборами. И в данном случае мы говорили как раз о социальной несправедливости, потому что они в то же время пользуются всеми благами, которые создает государство здравоохранение, образование, транспортная инфраструктура, но при этом сами в формировании бюджета не участвуют. Поэтому рассматривались различные варианты того, каким образом более правильный, более логичный вовлечь подобных граждан в взаимоотношения с государством, скажем так. Ну, налог на трудоспособных граждан, это, наверное, одна из форм. И я считаю, сам подход правильным, но с точки зрения налога, мне кажется, это не самый эффективный механизм. Не знаю, как он будет... Я не знаю, как в Беларуси со статьей за тунеядство, но такое ощущение, что до последнего времени там еще и статья такая была. Ну, Беларусь до сих пор живет в значительной степени по советским правилам. Поэтому... Но сама необходимость решения этого вопроса, она, несомненно, актуальна. Механизм, через который этот вопрос будет решен, вот где, собственно говоря, необходимость обсуждения существует. Ну, просто налог, возможно, это одно из самых простых решений. Государство у нас все-таки должно знать свое население, свои гражданы и уметь их учитывать. Но пока неизвестны детали, я не могу сказать, что поддерживаю конкретно этот механизм. Но необходимость решения этого вопроса, да. Простой пример, мы в свое время, как я уже говорил, рассматривали эту ситуацию. То есть, граждане, официально не имеющие дохода, не уплачивают, соответственно, те самые социальные взносы, которые, в частности, идут на здравоохранение. За них эти взносы уплачивает бюджет. То есть, соответственно, от остальных граждан. И там очень серьезные суммы. Насколько я помню, речь идет о нескольких миллиардах рублей в год из областного бюджета. Явно есть другие, более насущные проблемы, которые с помощью этих средств можно было бы решить. Перейдем к событиям прошедших выходных. Вы участвовали в дебатах, проходящих в рамках праймерис Единой России. Передо мной сейчас материал размещен на портале наблюдатель.ру. Этот материал с цитатами и выдержками позиции Владимира Быкова, который тоже участвовал в этих дебатах. Тут вас шесть человек на фотографии, все очень известные люди. Вы уж простите меня, но вот как-то я посмотрела все, практически все СМИ, и они практически все опубликовали выдержки из речи кандидата Быкова. Ваших как-то не обнаружили, ни одной вообще выдержки. Такое ощущение, что на дебатах вы молчали все, и только Владимир Васильевич выступал. Говорит ли это о том, что только Владимир Васильевич готов пойти в Государственную Думу? Да нет, я думаю, что это говорит, собственно говоря, о повышенном внимании СМИ к его персоне, связанном с одной стороны с объективными причинами, он глава города, он секретарь полицсовета партии в регионе. Он, в конце концов, выступал на дебатах первым, потому что его фамилия первая по алфавиту. Все на дебатах говорили в равной степени примерно одинаково, потому что регламент был обозначен достаточно жесткий. То, что журналисты берут в качестве цитат высказывания Владимира Васильевича, я говорю, с одной стороны, объяснимо, потому что он человек, обличенный властью, полномочиями, и, собственно говоря, отвечая на задаваемые ему вопросы, журналисты, видимо, ожидали услышать те ответы, которые будут превращаться в решение. Мы же остальные кандидаты к городским проблемам в меньшей степени имеем возможность влияния, так скажем. Но, с другой стороны, несомненно, Владимир Васильевич, как лидер партии в регионе, имеет несколько, наверное, приоритетные шансы, так скажем, и с точки зрения медийной и электоральной известности, и с точки зрения своего партийного ресурса. — Сами дебаты, которые проходят у нас впервые, для людей не очень привычная, видимо, форма. Как Вы их оцениваете, как они были организованы, как проведены, как подготовились участники? — Сама организация дебатов была, в общем, достаточно удовлетворительной. Тут главный вопрос в том, что, мне кажется, форма несколько не соответствует содержанию, название не соответствует. Назвать это дебатами сложно, на самом деле, потому что... — То, что происходило. — Да. Какого-либо диалога между участниками на самом деле не было. Была возможность такого программного выступления, причем с рекламентом в две минуты, что, в общем, сложно сделать. И после чего нам задавали вопросы представители группы поддержки других кандидатов. — Вопросы острые, хотя бы. Ну, я бы не сказал, не назвал их острыми. Это были вопросы такого, в чем-то уточняющего свойства, в чем-то, даже не какого-то философского. Вопрос, за что Вы любите свой город, о котором уже неоднократно говорилось. Здесь, в общем, достаточно странно звучит на дебатах. Ну, еще раз повторюсь, это не было, на мой взгляд, дебатами в полном смысле этого слова. Тем более, что эта процедура ведь внутрипартийная. Здесь не идет речи о столкновении каких-либо различных позиций. По сути дела, здесь выступают люди, которые в той или иной степени представляют позицию Единой России, несмотря на то, что часть кандидатов беспартийная. — Да. — И я, и Роман Титов, и еще некоторые. Поэтому назвать цен в полном смысле это дебатами нельзя. Это некое программное выступление, которое позволяет кандидатам представить свою позицию по тому или иному вопросу. К сожалению, вторым моментом и вторым нюансом, наверное, этой процедуры является ее невысокая публичность. Потому что, по сути дела, в зале присутствует только группа поддержки тех кандидатов, которые выступают. И, собственно говоря, я думаю, что эти группы поддержки, что называется, уже определились, раз они пришли за того или иного кандидата. И, в общем, агитировать их, наверное, смысла не имеет. — Без сомнений. — Поэтому в большей степени эту процедуру надо рассматривать как возможность выступить и сформулировать свою позицию. Но, в принципе, я сам факт введения подобной процедуры оцениваю очень положительно. Вот, на самом деле, искренне об этом говорю. Потому что в такой сфере, как политика и общество, быстрых изменений не происходит. Невозможно проснуться сегодня и стать абсолютно демократической, например, страной. Поэтому постепенное введение подобного рода механизмов во внутрипартийную практику, на мой взгляд, говорит о том, что Единая Россия и, в принципе, партия власти, и, в принципе, власть поворачивается к тому, чтобы дать возможность представителям общества... — Я бы даже не назвал это... — Потому что межпартийной борьбы вроде как не предвидится в этом году. — В этом году, возможно, нет. Я думаю, что это как раз предмет разговора, предмет действий, деятельности на перспективу, что называется. Но вообще сам факт возможности участия в подобной процедуре человека, условно говоря, со стороны, например, меня, я никакого отношения к Единой России не имею в принципе. — А смотритесь так на сцене, как будто имеете? — На самом деле, если посмотреть фотографии, я сильно отличался от всех. — Так все выглядит? И сама сцена, организация, все, как будто вы как раз единым строем? — Нет, это партийная процедура, которую организует сама партия. Но возможность участия в партийной процедуре человека, который никакого отношения к партии не имеет, это вот сам этот факт, на мой взгляд, заслуживает положительной оценки. — Ну, очень многие эксперты, и что уже говорите, наши слушатели, позитивно относятся и к вашей персоне, и к персоне Романа Титова. Не кажется ли вам, что использование двух таких фигур, как вы и Роман Титов, это такой, в общем, то, что вас используют, и используют очень умело? — Ну, для того, чтобы нас... Я не могу говорить за Романа, да, но что касается использования меня, для этого надо было... — Для придания там весомости этим дебатам, для того, чтобы хорошо смотрелись кандидаты от «Единой России», партии, к которой вы не принадлежите, для того, чтобы вызвать доверие у населения. Вот вы же приходите к нам, вы рассказываете, какие замечательные дебаты, какая хорошая идея, и народ думает, что Расусенко говорит. — Я сказал, что хорошая идея, но не говорил о замечательных дебатах. — Расусенко говорит, значит, действительно, посмотри, хорошо? — Я еще раз повторюсь, я положительно и позитивно отношусь к самому механизм предварительного голосования. — Вас используют, Андрей Леонидович? — Меня не используют, потому что мое решение принять часть в предварительном голосовании никакого отношения к «Единой России» не имеет. — А вы бы хотели стать депутатом Государственной Думы? — Было бы странно участвовать в этой процедуре, не имея такого желания. Я не могу сказать, что я хочу, прям хочу быть депутатом. Я хочу, давайте так откровенно и честно, я хочу посмотреть, каким образом все-таки работает этот механизм. И есть ли возможность действительно его полной реализации. Потому что, на мой взгляд… — Механизм попадания в Госдуму? — Механизм отбора кандидатов, которые будут представлять партию. Я знаю прекрасно по опыту работы и в торгово-промышленной палате, и в общественной палате, что можно заявлять какие угодно замечательные инициативы, если у них не будет результата, в них никто не поверит. Так вот, на мой взгляд, в этом риск определенный для «Единой России», что если по итогам предварительного голосования, я говорю не только про наш регион, а в принципе про страну, другие регионы, если по итогам предварительного голосования окажется, что в списках «Единой России» остались все равно, что называется, все те же… — А Вы думаете, что изменится что-то? — У меня есть основания на это надеяться. — Так. — Вот, если так произойдет, то, к сожалению, сама процедура, на мой взгляд, будет несколько дискредитирована. Может быть, даже очень серьезно. Но, зная, что происходит в других регионах, у меня есть основания надеяться на то, что подобный механизм может действительно заработать. Поэтому я в механизм верю, участвую в дебатах искренне, не по какому-то там принуждению или просьбе. И, ну, не питая иллюзий по поводу того, что, что называется, зайдя с улицы на дебаты, можно попасть в Государственную Думу, но посмотреть, как работает сам механизм и оценить его достоверность, мне интересно. — Я для наших слушателей сообщу информацию, что в Кернской области проведение дебатов запланировано на каждую субботу и воскресенье, и в грядущие тоже будут. — В субботу не будет. — В субботу не будет, в воскресенье будет. — В воскресенье 15 мая в 10.00. — Да, где? — Задание Первомайской администрации. — Задание Первомайской администрации, и транслируются дебаты на сайте «Предварительное голосование». — Идет онлайн-трансляция. — Кто-то может попытаться найти и посмотреть, что это такое. — Достаточно известный сайт. Можно зайти на сайт «Единой России», там есть прямая ссылка. — Моя коллега Юлия Афанасьева вчера говорила в особом мнении, что как раз вопросов особо задавать не было возможности. Она собиралась задать аж целых два, но смогла задать только один, чем была не удовлетворена. Вот я что-то… Может быть, она, конечно, ваша группа поддержки? Я не знаю. Может быть. Но я Юлю знаю и думаю, что у нее было множество вопросов кандидатов, в том числе и лидеру Кировского рекотделения «Единой России». Там были такие люди, которые все-таки не из групп поддержки и готовы были задать вопросы или совершенно нет? — Я не могу отвечать абсолютно за всех людей, но, на мой взгляд, по моим оценкам, там присутствовали именно люди, которые представляли группу поддержки кандидатов. — Есть надежда, что в это воскресенье в 10 часов утра придут люди, которые будут задавать вопросы, если им это интересно. Мы, естественно, на это отследили. Знакомы ли вы… Я вот сейчас показываю отчеты, о которых мы уже не первый раз говорим в нашем эфире. Это отчет «Единой России» Кировского регионального отделения за 2011 год, 2015 год. Вот такой буклетик я сейчас на камеру показываю. Я Андрею Леонидовичу показываю. Замечательный такой буклет. И даже передам… — Да, я знаком с вами. — А, прекрасно. Владимир Сметанин, наш коллега, его привез. Этот отчет получили очень многие кировчане в свои почтовые ящики, и они очень примечательные, эти книжечки такие, буклетики. Согласно отчету, благодаря партии «Единая Россия», благодаря ее трудам, мы занимаем первое место, например, в Привозском федеральном округе по продуктивности дойного стада. Третье место по темпам ввода жилья. Такое ощущение, что там жилье у нас строится и вводится на взносы партийцев, да, и дойное стадо тоже повышает свою продуктивность тоже в связи с этим. Были введены в строй 24 детских сады и прочее. Очень много чего. Например, кластер за заслуга Валерия Турула, который он все время пиарит биофармацевтически, это тоже заслуга партии «Единая Россия». Построенный микрорайон «Солнечный берег», который на фотографии в этом буклете Владимир Владимирович Путин с Никитой Белых рассматривает, это тоже «Единая Россия». Вас как-то не смущают такие отчетные материалы? Хочу, хотела дальше сказать, но пока не буду. Смущает. Смущает, потому что я вижу в этом определенное лукавство, честно скажу. Я, может быть, сейчас себе в каком-то смысле закрываю, что называется, дорогу дальше в предварительном голосовании. Но вы же хотите нащупать эту дорогу, она может с препятствиями быть. Но я действительно пытаюсь посмотреть на этот механизм объективно и сейчас говорю искренне. Смущает, потому что я знаю некую официальную позицию относительно того, почему эти достижения стали гордостью «Единой России». Позиция эта состоит в том, что большинство депутатов законодательного собрания, которые, собственно говоря, и принимают в бюджет, принимают в бюджет, в котором запланированы эти расходы, они являются членами партии «Единая Россия». В некотором смысле, конечно, определенная логика в этом присутствует. Однако у меня, собственно говоря, возникает вопрос, что было бы, если бы они не были членами «Единой России», принимали ли бы они бюджет, в котором ничего бы это не было, и решались бы другие вопросы. Если совсем уж честно и откровенно, то если мы вспомним выборы губернатора Кировской области, прошедшей не так давно, полтора года назад, то, в принципе, подобный же отчет мы видели в качестве демонстрации результатов деятельности губернатора нашей Кировской области Никиты Юрьевича Белых, который вообще является беспартийным. И поэтому, когда результаты работы органов власти, а это результаты работы, и, по сути дела, результаты исполнениями своих обязанностей, депутаты, в том числе часть из них, работают на освобожденной основе и выполняют обязанности органов государственной власти, когда результаты исполнения обязанностей органов власти становятся в предвыборный период результатами партийной работы, на мой взгляд, в этом есть определенные лукавства. Лукавства, как вы уже сказали. Уж простите, но Владимир Васильевич Беков дал столько материала для цитирования, и СМИ все это оценили. Например, в пункте о развитии городской среды он говорит, мы готовы обсуждать вопросы развития городской среды, это было на дебатах, вы, наверное, помните, городской среды, но мы должны понимать и то, что обсуждение может завести в тупик любой вопрос. Еще раз, обсуждение может завести в тупик любой вопрос. К примеру, если мы сегодня начнем обсуждать платные парковки, то мы их попросту не создадим. Эту работу мы переводим в практическую плоскость, начнем с создания платной парковки и так далее. Меня зацепила фраза, что любое обсуждение может завести в тупик любой вопрос. Как мне помнится, основная претензия городским властям, и в частности к Владимиру Васильевичу Быкову, со стороны общественников, в том числе и в бытность вашу, секретарем общественной палаты, претензия именно в этом и заключалась, что власти городские не обсуждают городские вопросы с общественниками и населением. И вот Владимир Васильевич, наконец, четко обозначил свою позицию. Это оговорка такая? Или он просто, в конце концов, раскрыл свою душу и свою позицию людям? И теперь... Ну, наша претензия, как вы скажете, регулярно секретарем общественной палаты заключалась в отсутствии обсуждения. По многим вопросам, которые отсутствовали, и, надо сказать, нам удалось, не приписывая эти заслуги полностью нам, но, на мой взгляд, за последние несколько лет ситуация с общественным обсуждением, принимаемое в городе решение, серьезно изменилась. Я хорошо помню то, что происходило лет пять назад, там принимаемые городской властью решения не обсуждались обществом вообще, о них становилось известно уже, когда они воплощались в реальность. Сейчас по многим вопросам такое обсуждение идет, и в администрации города подписано соглашение с общественной палатой по порталу в месте Киров, когда нужно выносить вопросы, голосовать за них и доносить до администрации. Поэтому первые шаги в направлении взаимодействия с гражданским обществом администрации города сделаны. С другой стороны, я... Владимир Васильевич Быков не относится к администрации города? Ну, я обобщаю, скажем так, всех находящихся в здании администрации, да, городская дума тоже. С другой стороны, я могу точно вам сказать, что я понимаю, о чем говорит Владимир Васильевич. Бесконечное обсуждение действительно может любой вопрос завести в тупик, потому что в сфере гражданских взаимоотношений и отношений общества и власти практически невозможно достигнуть абсолютного конференции. Всегда останутся недовольные, либо с одной, либо с другой стороны. Всегда останутся те, кого не устраивают достигнутые компромиссы. И поэтому здесь приходится в какой-то момент времени эти обсуждения действительно прекращать, потому что иначе они могут быть бесконечны. Прекращать – ключевое слово. Но начинать их все-таки нужно. Начинать их, несомненно, нужно. И прекращать их нужно в тот момент, когда, согласно принципам демократии, определяется позиция большинства. Стало понятно, за что все-таки там выступает большинство заинтересованных сторон. В этот момент надо прекращать, потому что пытаться довести это до того, как все окажутся по одну сторону баррикад, невозможно. Такого не произойдет. Правильно я вас понимаю? Ваша позиция такая. Начинать обсуждение обязательно нужно по вопросам развития городской среды. Необходимо. Но ими можно управлять грамотно? Потому что прекращение – это тоже управление. Я вам могу точно совершенно сказать, что демократия – это одна из самых управляемых форм государственного строя. Ими можно и нужно грамотно управлять, если вы работаете во благо своего города. Ими можно управлять. Не могу сказать, что нужно. Нужно, наверное, действительно тоже управлять. Но при этом делать это должны те люди, которые, что называется, преследуют благие цены. Не является ли это профессиональной компетенцией все-таки властей, администрации, неважно, думы, не заводить в тупик любой вопрос при обсуждении, а таким образом вести это обсуждение, чтобы граждане все-таки понимали и, может быть, даже и принимали вашу позицию? Несомненно. Более того, обязанностью органов власти является, собственно говоря, инициирование обсуждения. Потому что органы власти должны действовать в интересах общества, граждан, горожан. А заметили ли вы за последнее время, какое количество было инициатив со стороны органов власти по обсуждению городских проблем? В этом году, на вскидку. По инициативе городских властей? Я, знаете, после того, как сложился полномочия секретаря общественной палаты, ушел в легкий такой общественный отпуск, что называется. Я немножко отошел от актуальных вопросов. У меня есть другие-другие сферы применения, собственно, энергии. И не буду скрывать, решил немного от этого отбораться. То есть не знаете, сколько было инициировано. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, но перед этим я все-таки продолжу цитату Владимира Васильевича Быкова в отношении обсуждения вопросов городской среды. Он приводит пример. Если мы начнем обсуждать платные парковки, то мы их попросту не создадим. Эту работу мы переводим в практическую плоскость. Начнем с создания платной парковки на привокзальной площади, а затем будем использовать опыт таких городов, как Москва и Казань. Вот, поддерживаете вы эту инициативу или нет, я попрошу вас рассказать об этом после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Андрей Усенков, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Человек, который участвует в праймерис и рассчитывает на то, что он может стать депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Если не в этот раз, то может быть когда-нибудь еще. Вот, позаимствовала тоже вопрос со вчерашнего особого мнения. На этот счет высказывался Михаил Курашин, член законодательного собрания Кировской области. Говорили о теме патриотизма. Коммерсант вышел с материалом на эту тему. Сенатор Эдуард Исаков предложил составить рейтинг патриотизма регионов России. Определять этот рейтинг он предлагает на основе анализа официальных данных государственных статистических наблюдений Росстата, Минтруда, Минздрава, Минспорта, Минздрава, Минспорта, Минобороннауки и так далее, и так далее. А также на основе анализа материалов СМИ. Губернаторов, которые достигли бы самых высоких показателей в этом рейтинге патриотизма, он предлагает поощрять от двоечников наказывать в соответствии с рейтингом. Как вы относитесь к такой инициативе? И, кстати, какую бы оценку вам поставили, например, взяли бы перед выборами рейтинг провели Усенко, где бы он в рейтинге патриотизма был согласен? Там, насколько я помню, рейтинг регионов России. Росстат, Минобороннауки, Минтруда. Я вчера слушал эфир Андрея Николаевича Лучинина, к которому задавали этот же вопрос, и я согласен с тем, что он сказал по этому поводу. Да, Лучинин не Курашин был вчера. Курашин был во вторник. Напомню, Андрей Николаевич сказал, глупость человеческая безгранична. А еще могу процитировать Невзорова. Тоже вчера слушал «Эхо Москвы», федеральная правда, и Невзорову задавали вопрос по поводу, на самом деле, неправильной трактовки высказывания Николая Никифорова, министра связи, относительно запрета шрифта. Но Невзоров-то, отвечая, ответил про всех принципов чиновников. Он говорил про депутатов, он говорил про чиновников средней руки. Он сказал, что у всех у них есть на столе календарь, обычно очень красивый, с гербами, флагами. И в этом календаре с определенной периодичностью записано красными чернилами очень важное слово. Это сказал Невзоров. Он сказал это слово «кукарекнуть». Главное вовремя кукарекнуть. И когда наступает тот день, когда написано это слово, тот или иной представитель какой-либо из ветвей власти ищет повод, причину или способ, собственно говоря, вот так вот кукарекнуть. Обратить на себя внимание, привлечь к себе, причем, как правило, это происходит с использованием какой-то очень актуальной темы, в данном случае темы патриотизма. Я расцениваю это только так. Вы надеетесь на то, что это просто повод кукарекнуть? Или вы рассчитываете на то, что это повод кукарекнуть, с тем, чтобы эта инициатива дальше не пошла? Ну, слушайте, я на самом деле видел столько различных рейтингов регионов. Во многих меня там приглашают принять участие в качестве эксперта. Многие там присылают результаты. Каких только рейтингов нет. Всегда возникает вопрос, собственно говоря, там, как оценивать, что оценивать и с какими целями. Зачем? Зачем вводить рейтинг регионов России по уровню патриотизма? Я не вижу в этом никакого смысла. Возвращаемся к вопросу о платных муниципальных парковках в Кирове. Напомню, что речь об этом завел Владимир Васильевич Быков нигде-нибудь аж на дебатах в рамках праймерис Единой России. И он сказал, что мы начнем практическую работу по внедрению платных парковок, начиная с привокзальной площади в Кирове. Поддерживаете эту инициативу? Ну, такой же вопрос мне задали как раз на дебатах. Я, собственно говоря, ответил, что у меня есть личное мнение по этому поводу. Есть мнение, которое в свое время мы высказывали от имени общественной палаты, как раз обсуждая этот вопрос. Эти мнения совпадают, и мы действительно поддерживаем это. Я лично считаю, что введение платных парковок в городе в цивилизованном формате, когда это будут обеспечивающие сохранность транспорта и обеспечивающие удобство оплаты и разумную сумму стоимости, разумную стоимость парковки. Вот такой цивилизованный формат введения таких парковок я поддерживаю. Потому что все мы видим, собственно говоря, во что превращается необходимость припарковаться где-либо в регибовом городе. Достаточно трижды объехать здание правительства, чтобы попасть к вам на эфир, чтобы понять, что с этим есть проблема. Отрицать то, что механизм платных парковок, это доказавший свою эффективность и повсеместно используемый механизм, тоже не стоит. Это общемировая практика, и здесь мы можем смотреть на Запад, можем не смотреть на Запад, но другого способа, скажем так, с одной стороны, обеспечить людям возможность парковаться, а с другой стороны, возможность заставить людей задуматься о том, надо ли просто бросать машину на общедоступных местах или все-таки искать ей более приемлемую стоянку, освобождая место для других. Другого механизма нет. Есть механизм либо полного запрета, как в Лондоне, практически пограниченный по праву заезда, только для проживающих есть районы, куда нельзя заехать иначе. Есть заезд запретительный, когда стоимость заезда в центр города такова, что захочешь, а не поедешь, где-то деньги сэкономишь. Это механизм, который работает. Поэтому у нас в городе его тоже целесообразно используют. Другой вопрос, что как раз здесь и надо говорить о том самом общественном обсуждении. С участием экспертов, специалистов, с участием простых граждан, несомненно, проживающих в том районе, где планируется размещение. То есть, возможность такого диалога и сам этот диалог должны быть городскими властями обеспечены. Его не надо доводить до абсурда, как я уже сказал, пытаясь удовлетворить абсолютно всех, это невозможно. Но найдя компромисс, который будет устраивать большинство, этот механизм надо внедрить. Правильно я вас понимаю, что вы предлагаете городским властям пойти к людям с конкретными предложениями, показывая выгоду их от введения, например, платных парковок? С объяснения? То есть, не просто с обсуждением идей вводить или не вводить в городе платные парковки, потому что можно, условно говоря, в этом случае получить подтверждение, а потом сделать автоматически все свободные площади платными. И это будет неправильно. При этом можно будет ссылаться на то, чтобы вы это поддержали. То есть, нет, это должна быть разработана некая схема размещения платных парковок в городе с определенными тарифами и с определенными гарантиями. То есть, если я получаю некую платную услугу, я должен получать какие гарантии в рамках этой платной услуги мне обеспечены. Ну и кроме того, наверное, эта схема не должна быть сама по себе. Она должна вписываться в некую концепцию изменения дорожного движения вообще в этом городе. Трафика, парковочного пространства, общественного транспорта. То есть, какие профиты покажут населению? Кроме того, что сохранна ваша машина на этой парковке, это не профит. Я согласен. Ну, первый профит вообще возможность припарковаться. Начнем с этого. Это профит отдельной категории граждан, автомобилистов. Есть ведь еще пешеходы, да, и те, кто движутся на общественном транспорте. У них где профит? Ну, вообще задача развития транспортной инфраструктуры города – это ограничение все-таки количества индивидуального транспорта и увеличение возможности перемещения на общественном транспорте. Это тот путь, по которому идут все города и другого решения здесь там тоже нет. Потому что, когда один автомобиль перевозит одного человека или автобус перевозит 60 человек, место, занимаемое на дороге, место, занимаемое с точки зрения парковки, не сопоставим. Поэтому, конечно же, предлагая, например, какие-либо разгрузочные парковки, как это происходит в Москве, да, там много обсуждений по этому поводу было, когда ты доехал до парковки, оставил машину и сел на метро, перехватывающий так называемый. У нас не столь актуально, конечно, стоит вопрос, но в принципе эта ситуация должна рассматриваться именно подобным образом с точки зрения комплексного развития транспортной инфраструктуры в городе и использования маршрутов, их оптимизации и вплоть до светофорного регулирования, вообще понимания того, какие новые магистрали будут появляться в городе, как они будут заполняться. Вы видели этот план комплексного развития, когда-нибудь сталкивались, развитие транспортной сети города? Ну, я его не видел, но не могу сказать, что его нет. То есть надо задать вопрос, если у нас, если у нас, мы его зададим, потому что в ближайшую среду у нас будет программа Урбан, где как раз мы будем говорить о муниципальных платных парковках, и надо подумать, кого пригласить, кто бы рассказал нам, есть этот план, вообще или нет? Ну и я думаю, что немаловажный вопрос, на который одним из первых предстоит ответить городской администрации в данном случае, это то, на что будут расходоваться средства. На что будут расходоваться средства? Сыграем, собственно говоря. Я обязательно приглашу кого-то из администрации и скажу, что Усенко задал вопрос. На что будут расходоваться средства? Куда пойдут эти деньги? У нас есть еще 4 минуты до окончания программы, и я хочу, чтобы вы прокомментировали тоже следующее. В минувшую среду состоялась программа «Разворотный бизнес», там представители Сельмаша, владелицы директора Александра Чурин и бывший директор господин Штин, они говорили, осетовали на то, что в Кирове, в Кировской области отсутствует внятная промышленная политика, план промышленного развития как таковой. Я их очень внимательно слушаю, понимаю, что сейчас не всем, видимо, нашим слушателям ясно, но может быть вы объясните. Представители крупнейшего предприятия промышленного, ведущего в отрасли в стране, машиностроительного предприятия, оборонного Сельмаш, как они сказали вчера, в отрасли в своей пятерку входит, говорят о том, расстраиваются, что в Кировской области отсутствует внятная промышленная политика, и это области очень вредит. Вот вы, как представитель торгово-промышленной палаты, человек, который с промышленниками встречается, общается, встречается с чиновниками, знает, существует или не существует. Во-первых, скажите мне, есть ли в недрах нашей власти план промышленного развития региона? Есть. У нас есть закон о промышленной политике, у нас есть государственная программа. Есть. Все. Вопрос сняли. Этот есть. Вы его видели? Закон о промышленной политике видел, программу видел, мы ее тоже там в рамках торгово-общественной палаты разбирали. Но я хочу сказать другое. У нас то, о чем говорят представители за Ольгой Сельмаш, Александр Чурин, это касается не нашего региона. Это касается в целом нашей страны. Это проблема не Кировской области. Нельзя сказать, что во всей России есть промышленная политика и стратегии развития промышленности, а в Кировской области ее нет. Это проблема, о которой в России говорят давно. Проблема отсутствия внятной промышленной политики в принципе у нас в стране в целом. Потому что был период, когда в нашей стране царствовало мнение относительно того, что рынок все урегулирует и вмешиваться в него не надо. Собственно говоря, именно тогда мы потеряли большую часть, значительную часть промышленных предприятий. А мы разве как-то ушли, что ли, с политики рынка? Разве не рынок? Нет, сейчас понимание этого изменяется. Потому что в рамках того же самого процесса импортозамещения создано достаточно много программ, которые нацелены на серьезное участие государства в стимулировании и ориентировании тех или иных отраслей промышленности. Как это, например, было в фармацевтике в свое время, когда мы от доли в 5% производимых лекарств сейчас пришли практически к 30%. Сейчас, в принципе, есть такой поворот в отношении промышленности, в частности, станкостроения. Но это процесс очень небыстрый, во-первых. Во-вторых, к сожалению, по оценке многих представителей, собственно говоря, сферы промышленности, занимаются этим люди, которые очень мало в этом понимают. Теоретики? К сожалению, да. И мы тоже с этим сталкиваемся и в решении повседневных проблем. Вы знаете, там вопрос Теки Интерпрайзис, которым мы полгода уже занимаемся, которые все равно все-таки в банкротстве, и других предприятий. Поэтому здесь надо говорить не о проблеме Кировской области, а о проблеме в стране в целом. И мы говорим об этом и в рамках Торгово-промышленной палаты на федеральном уровне, и в рамках между объединениями с РСПП, с опорой России. Но это действительно серьезная проблема, требующая немедленного решения? Она требует не то, чтобы немедленного решения, потому что я боюсь, что в нашей стране немедленные решения редко приводят к чему-то хорошему. Она требует очень системного решения. Она требует того, чтобы в это решение... Решения должны вносить практики. Этим должны заниматься те люди, которые хорошо в этом разбираются, много лет непосредственно в этом работали. Спасибо, Андрей Усенко, со своим особым мнением на волне нашей радиостанции. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.